Друзья, всем привет! Это Честный Обзор. Меня зовут Евгений Донец и сегодня у меня Xiaomi 13T Pro, который на этот день стоит 59 тысяч рублей у моих партнеров Castle.ru. На борту основная камера с объективами Leica на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, телевичок с двукратным оптическим зумом без потери качества на 50 мегапикселей и 12-мегапиксельная широкоугольная камера. Селфи-камера имеет разрешение 20 мегапикселей и искусственное ограничение частоты кадров 30 в секунду на Full HD. По всей видимости, это для того, чтобы на фоне флагманов этот смартфон не выигрывал. На борту хорошего качества вибрация, имеется стереозвук, его я протестирую внутри обзора. Аккумулятор на 5000 мАч достаточно сочный и будет держать один день и быстрая зарядка на 120 Вт, заряжающая его полностью за 20 минут. И, наконец, самое классное у этого смартфона дисплей на 144 Гц с частотой обновления. Очень плавная картинка при прокрутке. Это AMOLED дисплей, поэтому внутри будем замерять шим. Две сим-карты, инфракрасный порт, относительно памяти тоже не переживайте, минимальная версия 12256. Процессор Mediatek Dimensity 9200+, 4 нанометра технологический процесс, тянет все самые сочные игры. И как вишенка на этом торте защита от воды и пыли IP68. Вам кажется, что я рассказал все, однако это не так. О его недостатках я подробно расскажу внутри обзора. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Поехали! Друзья, вы правильно сделали, что остались, потому что Xiaomi 13T Pro, хотя и дорогой, сегодня на старте продаж, то, конечно, он подешевеет со временем. Вы сможете его приобрести себе, а так-то практически флагман остается только наслаждаться кайфом и не обращать внимания на некоторые недостатки. В нем они есть. Я расскажу о них сейчас, после распаковки. Это Xiaomi 13T Pro, а значит, я возьму еще и на обзор Xiaomi 13T. Вы просите их сравнить, я, конечно, постараюсь это сделать. На борту у нас 12 гиг оперативки, что на 4 больше, чем у iPhone любого, и 256 постоянной памяти. Оперативной памяти у смартфона бывает две версии. 12-256 или 12-512. Это основной момент. А есть еще такая версия смартфона, где 16 гиг оперативки и 1 терабайт постоянной памяти. Кому это надо, непонятно, ведь 12 и... О, вот так хватает. Тип памяти очень быстрый. LPDDR5X и UFS 4.0. Интересная расцветка. Вот такой градиент от черного к оранжевому. Ребята, под богатой комплектацией я имел в виду мощное зарядное устройство, шнур и... Ну, даже силиконовый чехол, я уверен, есть. Открываем. Перед вами комплектация богаче, чем у iPhone 15 Pro. Поскольку здесь есть 120 ватт зарядка, а iPhone 15 Pro поддерживает всего лишь 27 ватт зарядки. И в комплекте ее нет. А здесь есть силиконовый чехол, а в комплекте у iPhone нет. Здесь дисплей 144 Гц, а у iPhone 120 Гц. Поэтому, ну, есть с чем сравнивать, ребята. У смартфона отсутствует беспроводная зарядка, если для вас это важно. Зарядник не только большой визуально, он еще и мощный. Здесь вот эта красная фишечка, мне очень нравится, говорящая о том, что зарядник мощный. Здесь написано Gun Design by Xiaomi. Ну, пушка, пушка. Он тяжелый, классный, прям. Представляете, что такое 120 ватт вообще? Это очень быстро заряжает смартфон. Что касаемо шнура, у нас USB-A, USB-C, классика. Аккумулятор у смартфона 5000 мАч. Это современно, актуально и так и надо. Меньше-то куда, потому что процессоры мощные, поглощают батарейку быстро. Здесь же стоит уместным образом быстрая зарядка на 120 ватт, которая заряжает до 100% аккумулятор за 20 минут. Теперь давайте вспомним, как обстоят дела у новенького iPhone 15 Pro. Зарядка на 27 ватт. Больше часа. Ну и что? Ну, такая скорость зарядки заявлена на сайте. Однако я замерил все сам. 15 минут у меня заняло, получается, 50%. 30 минут 89%. Ну, как бы немножко преувеличивает, да, производитель? Как всегда. Открываем сам смартфон, чтобы рассмотреть органы управления и так далее. Ого! Вот эта глянцевая поверхность, она, конечно, великолепно смотрится, но абсолютно уверен, что носить ее нужно будет в чехле, поскольку очень уж быстро она берет отпечатки обычно. Относительно корпуса могу сказать, что рамки здесь абсолютно точно пластиковые, иначе бы были вставочки, которые для антенны позволяют просвечивать этот корпус. Короче, для приема и передачи сигнала. Здесь сзади непонятно, похоже на стекло, либо на какой-то полимер. Сейчас современные технологии, вот не пойми. Раньше, кстати, считалось, что стекло сзади это круто, потому что меньше царапается высокая плотность. Но я так понимаю, что стекло ставить дорого, настоящее, поэтому искусственное стекло уже сегодня ничем не уступает. Что касаемо здесь, основного экрана, то здесь стоит Gorilla Glass 5, хорошее крепкое стеклышко. Смотрите, трогаю никаких отпечатков. То есть, если это пластик, то очень качественный. Такое чувство, что это стеклокерамика какая-то, ну или что-то в этом духе. Перед обзором я специально не стал читать об этом смартфоне ничего, чтобы мой взгляд не был субъективным. Так вот, здесь смотрите, какие большие линзы. Камеры, значит, качественные, много света набирают. По камерам здесь вообще все классно. Основная камера на 50 мегапикселей. Объектив у нее лейка, но сама она не лейка. Это Sony IMX 707. Вот нижняя камера, она от лейки. 50 мегапикселей, телевичок, двукратный оптический зум. И ширик на 12 мегапикселей тоже лейка. У него нет автофокуса. А в новых флагманских устройствах на шириках теперь стоит автофокус. Это удобно. Селфи-камера среднего качества на 20 мегапикселей. Это из Sony IMX 596. Без автофокуса. Основные характеристики уже написаны здесь. 144 Гц AMOLED дисплей. Короче, это флагманские характеристики все. На бумаге красиво, давайте смотреть дальше. На старте продаж смартфон стоит аж 59 тысяч рублей. По мне так цена немного завышена. Но с другой стороны, при чем здесь Xiaomi? Это рубль падает постоянно. И на фоне этого все остальное дорожает. Ну и на минуточку железо здесь стоит технологичное. Поэтому и ценник высокий. На левом торце смартфона вообще ничего нет. Здесь как бы просто поверхность никак не используется. Я бы, конечно, хотел, чтобы сюда встроили сканер отпечатка пальца. Правый торец у нас есть кнопка питания, качели громкости. Верхний торец. Смотрите, сколько отверстий. Это значит, что здесь есть микрофон, инфракрасный порт для управления вашим телевизором или другим любым устройством. Ну и, конечно, разъем мультимедийного динамика дополнительный, как я понимаю. На нижнем торце слот для сим-карты, микрофон USB Type-C и решетка мультимедийного динамика. У смартфона отсутствует, к сожалению, 3,5 мм разъем для наушников. Но мне многие говорят, что нафиг он не нужен никому. Я не согласен, мне он бывает нужен. Я люблю через провод слушать музыку. Вот именно классические классные наушники высокого качества. Это могут быть наушники Bose или Sony, когда ты слушаешь музыку в формате FLAC с высочайшим разрешением и кайфуешь, как будто прямо сейчас находишься на концерте. Ну а так-то, по сути, большая часть людей очень скоро забудут про эти 3,5 мм, ну потому что производитель о них уже забыл. По классике открываю слот для сим-карты и извлекаю его. Здесь все классно. Мы видим, что можно поставить сим-1 и сим-2, то есть флешка сюда не устанавливается. Сюда можно поставить две сим-карты nanoSIM с поддержкой 5G, либо одну сим-карту nanoSIM и одну eSIM. Такие вариации тоже существуют. Он не тяжелый, он достаточно легкий и весьма себе красивый. Мне этот смартфон уже нравится. Давайте сейчас снимем наклеечку и активируем устройство. Ах, кайф. До сих пор испытываю удовольствие от этого. Ну что же, мы видим, что здесь используется оболочка MIUI 14. Подбородок снизу чуть больше, чем сверху. Рамки не толстые, очень прикольно все выглядит. В верхней части мы видим небольшую селфи-камеру и разрез для разговорного динамика. Также здесь установлена заводская пленка, что очень приятно. Но она, к сожалению, быстро изнашивается. Разблокировка происходит при помощи сканера отпечатка пальца под стеклом. Срабатывает фактически мгновенно. Или при помощи Face ID, так называемого, разблокировка по лицу. Давайте посмотрим, как это выглядит в чехле. Ну что же, чехол, конечно, портит дизайн, чуть-чуть внешний вид, но в то же время защищает камеры, поэтому штука все-таки необходимая. Посмотрите, во-первых, вот так положить можно, и он не на дисплее лежит, а на чехле, на его кромках. Также можно положить вот таким образом, и он лежит не на камерах, а лежит на чехле. Кстати, вот видите, вот этот момент. Обратите внимание на то, как кромки защищают камеры от соприкосновения со столом. Этот смартфон мне предоставил питерский магазин kasla.ru. Ребята очень классно консультируют. Если у вас возникают вопросы, не пишите их мне в комментариях. Позвоните в kasla.ru, вас классно проконсультируют, и продадут то, что вам нужно. Ну что же, давайте посмотрим плавность прошивки. Потрясающе плавно передвигается картинка. Никаких лагов и тормозов, ну хотя бы потому, что частота обновления здесь 144 Гц, друзья мои. Посмотрим, что значит стандарт. Открываем, а здесь настроить частоту. Динамически изменяет до 144 Гц, ну или можно вручную поставить там, допустим, 60 или 144 Гц принудительно насовсем. Дисплей самое крутое, что здесь есть. Разрешение его 2712 на 1220. Плотность пикселей 446 ppi. Как ни присматривайся, пиксель не рассмотришь. Это значит, что она очень высокая, и глаз будет меньше уставать. И самое важное, что 144 Гц это частота обновления данного дисплея. То есть он настолько плавный, что ты будешь кайфовать. Даже если игра где-то не тянется из-за оптимизации, то дисплей будет сглаживать ее и делать еще более плавной. Вот честно скажу, многие не догоняют и спорят со мной. Евгений, что вы такое несете? Причем здесь частота обновления дисплея. Я замечал, если дисплей по частоте высокий, то игра как бы плавнее смотрится. И если 60 Гц, там даже игра, если классно летит, то все равно она смотрится хуже. Понимаете, вот мы ставим, допустим, в игре частоту кадров 60 в секунду. И запускаем на разных дисплеях, например, 120 Гц и 60 Гц дисплей. Так вот, который 120 Гц, он будет как бы плавнее делать эту игру. Может, это субъективно? Напишите, может, я так чувствую? Может, я так вижу, как художник? Здесь есть немного информации об устройстве Xiaomi 13T Pro. У нас на борту MIUI Global 1401. Здесь также есть опция, так называемый, активный экран. Ну, то есть, это Always On, то есть, когда светятся часы во время выключения. Посмотрите. Вот такая история. Посмотрим, сколько времени она будет светиться. У смартфонов Samsung эта штука светится постоянно, а здесь она гаснет. И нужно нажать вот так, чтобы снова появилось время, например. Яркость дисплея на пике 2600 нит. Это значит, при солнечном свете он классно читается. Поддержка технологии HDR 10+. Но Россия, допустим, не снимает какие-то сериалы в HDR 10+. Я вообще, честно говоря, не понимаю. AMOLED сами по себе очень яркие дисплеи. Зачем это вообще, честно говоря, надо? И так по глазам бьет. Я сделаю всегда цвета бледнее, чтобы сэкономить зрение. Ну, реально утомляются. А тут еще HDR 10+. Чтобы еще вырвиглазнее картинка оказалась. На любителя. Вот правда. Давайте теперь посмотрим меню верхней шторки, где прячутся железяки. Ну, я имею в виду, например, модуль Wi-Fi или NFC. Смотрим, что здесь есть. Да абсолютно все. И запись экрана, и трансляция на современный Smart TV, и раздача Wi-Fi, и обмен с окружением, и даже Dolby Atmos хорошая штука. По сути, Dolby Atmos это компрессор для уплотнения звука. Ну, и на третьей страничке ваше местоположение. Смотрим, что мы можем добавить сюда. Бесполезный режим концентрации, ночной режим, высокая производительность и Mi-пульт. Mi-пульт, пожалуй, самое полезное здесь. По сути же, он программируется на что угодно. Можно управлять хоть кондиционером, хоть телевизором. Это удобная штука. По связи поставили новейший модуль Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. На звуке это, кстати, никак не отразилось. И имеется инфракрасный порт. Для тех, кто не понимает, это пульт дистанционного управления любой техникой в вашем доме. Программируется как хотите. Момент, который интересует многих. Замер широт на импульсной модуляции. Ставим сюда и смотрим. Шим очень маленький, 4%. Это крутые показатели. Уменьшаем яркость, чтобы получить большее количество шим. 16% даже на такой яркости. Это хороший показатель. 24% это, опять же, лучше, чем у Samsung. На нулевой яркости 23%. Итак, если использовать яркость от середины и выше, то шим не ощутим. На яркости чуть выше среднего шим почему-то 22%. Это много. Вот, на средней яркости 4%. На максимальной яркости 22%. Скорее всего, с какого-то момента, вот с этого момента, включается DC Dimming. Поэтому используйте на средней яркости и будете получать минимальный коэффициент пульсаций, не вредящий вашим глазам. Как вы уже заметили, частота мерцания здесь настолько высокая, что глаз ее не ощущает. 2880 Гц. Можно сказать, что шим здесь нет. Однако, коэффициент пульсации в некоторых режимах показывает все-таки наличие неприятных мерцаний. Как это объяснить, я, пожалуй, не знаю. Напишите в комментариях. Давайте теперь зайдем в настройки камеры. Режим Profi позволяет выбрать настройки тоньше, но это для тех, кто соображает. Документы, чтобы сканировать хорошая штука. Видео, фото, портрет, ночь. Режим ночи может включаться также и автоматически у некоторых смартфонов. И кнопка «Еще». В разделе «Еще» можно включать отдельные кнопки 50 мегапикселей для того, чтобы снимать с полным разрешением матрицы. Между прочим, на нашем канале есть закладка «Сообщество» и ссылки в описании на текстовые обзоры Ильи Горячего. Короче, он каждую неделю выпускает новый текстовый обзор для тех, у кого нет времени на просмотры видосов. Это реально очень удобно. Пройдите по ссылкам в описании и почитайте Илью Горячего. Сейчас я перешел в видео, чтобы посмотреть, какие режимы нам доступны. Во-первых, 06 – это широкоугольный объектив. Мы на него переключаемся, и у нас в кадр помещается больше информации. Однерочка – это стандартный и двойка. Относительно камер, здесь у нас находится основной объектив. Этот почему-то у меня не включился, и вот здесь спрятан ширик. Он так незаметненько, красиво смотрится. Теперь посмотрим, в каких режимах мы можем позволить себе съемку. Full HD 30 кадров в секунду – это классика. Открываем другие режимы, и здесь видим возможности. Во-первых, меняем частоту кадров. Можно поставить для Full HD при стабилизации только 30. Если стабилизацию видео мы отключаем, то можем поставить сколько? 60 кадров в секунду. Вы сами все видите. Если мы ставим 4К, здесь варианты частоты кадров тоже 30 и 60. Но а что со стабилизацией? А со стабилизацией у нас чего? Ну-ка, стабилизация. Стабилизация возможна только на Full HD. Сразу перескакивает обратно. Еще раз ставим, отключив стабилизацию. Ставим 4К, и только тогда это все работает без нее. 60 FPS, 4К. Ну и, наконец, у нас есть 8К. Здесь частота кадров 24 в секунду при 8К. А вот 30 было бы хорошим вариантом. Ну ладно, так бывает. Переключаемся на селфи-камеру. Ну вот, собственно, открылась менюшка. И смотрим, что мы можем для селфи-камеры. Здесь только Full HD 30 FPS. Даже вот поменять частоту нельзя. Но обратите внимание на то, что можно включать HDR для видео. Это хорошая фишечка. Очень неплохо. Выключаем пока что. Лучше используйте обычную стабилизацию. Снимайте на основную камеру. Основная она всегда будет более качественная. Картинка стабилизированная только при частоте кадров 30 FPS и Full HD. Отключаем стабилизацию. И только тогда мы получаем возможность переключаться и на 4К, и на 8К менять частоты. Наверное, самая топовая частота на сегодня это 4К и 60 FPS. Но кому она нужна, если вы не профессионал? Поэтому вы, скорее всего, вот конкретно вы, как человек, будете использовать Full HD 60 FPS без стабилизации. Еще раз повторюсь, потому что если включить эту самую стабилизацию, то никаких 60 FPS у нас уже и нет. Съемка видео в Full HD 30 кадров в секунду. Нельзя переключиться на ширик, но можно нажать паузу и кропнуть картинку. Я сейчас нажал на паузу, затем кропнул картинку, и во время этого объектив переключился. Ну-ка, а если не нажимать на паузу и сейчас выйти обратно? Да, действительно, перепрыгивать можно на ширик. Супер! То есть во время съемки объективы переключаются. Смотрите еще раз. Прибавляю. Оп, склейка на телевичок. Классно? Ну-ка, максимальный зум. Отлично. Мне кажется, камера сейчас запотела телевичок. Да, так и есть. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Включена стабилизация. Моя рука вытянута полностью, и я полностью помещаюсь в кадры. Картинка четкая, мне очень нравится. А вот теперь съемка Full HD 60 кадров в секунду. Стабилизация включена, ее видно. Очень плавная, хорошая картинка. Переключаемся на ширик во время съемки. Ага, а вот здесь это не получается. А если кропнуть картинку, ну, тоже не переходит на другой объектив. Это просто кроп цифровой. Нажав на паузу, я смог переключиться на Full HD 60 кадров в секунду на телевичок 2Х. Вот сейчас мы снимаем на отдельный 2Х объектив, он уже отпотел. Также через паузу я смог переключиться на Full HD 60 FPS в широкоугольную камеру. Она снимает очень мутно и, на мой взгляд, некачественно. Стоит здесь, скорее всего, для видимости. Сами посмотрите, насколько лучше картинка у обычного объектива. Детализированная картинка 4К 24 кадра в секунду. При прокрутке вот такое дрожание, мерцание, это не круто. Пробуем включить ширик. Вы знаете, переключились на ширик. Возвращаемся обратно. О, и на телевичок перепрыгивает во время записи. Это здорово. Съемка 4К 30 кадров в секунду. Эта картинка уже поприятнее. Также можно во время съемки переключаться на ширик, прыгать обратно и прыгать на телевичок. Съемка 4К 60 кадров в секунду. Очень плавная, актуальная картиночка. Переключаемся на двойку. Нет, это просто цифровой кроп. Здесь только цифровой кроп. Можно переключиться на другой объектив только через паузу. Максимальная возможность ширика в 4К это только 24 кадра в секунду. На 30 даже не получается переключиться. Вот у нас 4К 60 кадров в секунду. Камера опять запотела. Не понимаю, при каких обстоятельствах и почему это происходит. То телевик запотел, то основная камера, как вы сейчас видите. А вот 4К 60 кадров в секунду. Уже не запотевший объектив. Телевичок. Интересная ситуация. И, наконец, 8К. Здесь 24 кадра в секунду. 8К. Вау. Все запотело при этом. Объектив потеет, ребята. Основная камера потеет. Ну, это, конечно... Может быть, зимой только такое происходит. Напишите в комментариях, как у вас в процессе использования. У меня iPhone 12 Pro и это на море. Он запотевал. Его камера сказала мне пока. То есть он запотевал у тебя на море где? В Анапе? Да. При какой температуре? Было очень жарко. Наверное, 32 градуса было тогда. Понятно. Очень жарко. А ты его не топила перед этим? Нет. Съемка в ночи. Full HD 30 кадров в секунду я прибавляю на ходу. И смотрим, что будет. Переход на двоечку. О, телевик классно вытягивает. Проблем нет. Это красиво. Мне нравится. Все отлично выглядит. Переходим на ширик. Возвращаемся обратно. Переход не бесшовный. Вот сейчас мы перешли на ширик. И ширик, конечно... Ну, мы не видим здание, по сути. Белое пятно. Проверка стабилизации. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Ну, вот я иду, шагаю, специально трясу достаточно сильно камеру. Проблем не вижу. Перехожу на ширик. Ширик становится мутным. Картинка мутная. Возвращаюсь обратно. Перехожу на двойной. Опа! Два с половиной. Вот. Вот сейчас двойной зум. В принципе, очень хорошо все выглядит. Мне нравится. Теперь я включил стабилизацию в настройках. Съемка Full HD 60 кадров в секунду. При этом у меня нет возможности переключиться на другой объектив. Я могу снимать на другой объектив, только через паузу. Ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду. Картинка светлая, но не сочная. Красок явно не хватает. Шумок не видно. С большим трудом влезаю в кадр, хотя руку отношу подальше. То есть, не хватает угла обзора на селфи-камеру. Ну, классно, конечно, ретуширует. Очень неплохо выгляжу. Ну что же, съемка Full HD 60 кадров в секунду. Картинка очень плавная. Но стабилизация здесь, кнопка не работает. Она работает только на 30 кадрах в секунду. Делаем кроп. Итак, доходим до двоечки. И не произошло переключение на другой объектив. Это просто та же самая картинка. На ширик никак тоже нельзя перейти. Через паузу я перешел на ширик. Full HD 60 кадров в секунду. Сами видите, насколько картинка ухудшилась. Использовать это в ночи крайне не рекомендуется. А теперь через паузу, через стоп я перешел на телевячок. Full HD 60 кадров в секунду. В темноте он вытягивает неплохо. Картинка светлая, приятная. Съемка 4K 24 кадра в секунду. Попытаюсь перейти на ширик. Перешел. Качество, сами видите, какое. Возвращаюсь обратно. Переход на обычный объектив произошел только что. И сейчас я продолжаю идти. И перехожу на телевячок. Вроде бы как не переходит. А нет, переход все-таки есть. Смотрите. Раз и перешли на телевячок. Хорошее качество картинки. Съемка 4K 30 кадров в секунду. На ходу снимаю на обычный объектив. Он опять запотел. Запотевание происходит по непонятному принципу. Раз и произошло. От чего это зависит? Никому не понятно. Теперь 4K 30 кадров в секунду на ширик. На ширик вот эта частота, она лучше работает. То есть ширик при Full HD работал хуже в темноте. А сейчас при 4K работает гораздо лучше и симпатичнее. Ну а теперь, друзья, самое топовое видео. 4K 60 кадров в секунду для профессионалов. Пытаюсь перейти на ширик прямо на ходу, не нажимая на паузу. Этого не происходит. Могу только увеличить. И то это цифровой кроп, который лучше не использовать, поскольку он портит картинку. При этом я все время иду для того, чтобы специально трясти камеру и видеть, как это отрабатывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте протестируем звук, потому что здесь беточки. Звук слабоват на самом деле, очень слабоват. Но он стерео. У смартфона хорошего качества вибромоторчик. Для геймеров это важно. И вообще, в принципе, хороший вибромотор, его приятно ощущать. Такая, знаете, дорогая вибрация. Сравните с дешевой, чтобы понять. Вот не знаю, как еще объяснить. Стереозвук теперь. Давайте по нему поговорим. Ну, во-первых, здесь за левый канал отвечает разговорный динамик, который к уху подносится. И он играет совсем не очень. Основной динамик играет чуть получше. Но в целом стереозвук здесь по качеству среднечастотный, слабый. И мне не нравится. В общем, качество звука. Могли бы в такой классный смартфон поставить, ну, прикольные динамики. Это бы вывело его на совершенно иной уровень. Выше бы гораздо, понимаете? А здесь все классно, все есть. Даже IP68. А стереозвук не очень. Ну, елки-палки. Процессор на борту Mediatek Dimensity 9200+. Технологический процесс 4 нанометра. По тестам, ну, синтетическим, конечно, он на 10% мощнее, чем у Galaxy S23 Ultra. Это удивляет меня. Как так? Показывает он также прекрасный троттлинг-тест. То есть, фактически не перегревается. Проседание до 85%. Можно считать ерундой. Хорошая система охлаждения. Для тех, кто не понимает, если долго работает процессор, он перегревается. И чтобы как-то его спасти, частоты автоматически понижаются. Таким образом, даже если мощный процессор с плохой системой охлаждения, то он не будет работать, не будет выдавать ту мощность, которая заявлена. Вы покупаете как бы дорогое железо, а оно по факту не работает. Так вот здесь и железо хорошее, и работает отлично. IRM Immortals G715. Графический чип, который отвечает за игры. Давайте посмотрим его на деле. Ладно, шут с ним, поехали. Смотрите, вот такие настройки. Ну что, прямо сразу после того, как я поставил такие настройки графики, картинка стала очень плавной. Ну да, 60 FPS. Мой любимый тест на воспроизведение графики самолета. В мощных смартфонах самолет воспроизводится плавно. Здесь не самый плавный вариант, когда я его кручу. И дальше смотрим, что у нас вокруг, насколько плавная картинка, насколько высока плотность от пикселей в графике, точнее разрешение. Воспроизводится графика на среднем уровне. Не скажу, что здесь прямо очень круто. Но плавно. Хорошая картинка. Мне сейчас напишут, надо было поставить, значит, плавность повыше, разрешение пониже, и тогда плавнее будет. Я знаю все это. А мне хочется и то, и другое, чтобы сразу было и разрешение, и... О, красиво как. Прикольно. Нормально. Ставлю 4 по 5-бальной системе. Ребят, хочу сказать, что качество воспроизведения этой игры на хорошем уровне. Так. Замечательно. Сейчас я буду побеждать данных граждан. Буквально радуюсь тому, что графика воспроизводится с таким качеством. Еще и стереозвук. Спасибо. Потому что стереозвук, это прекрасно. Ну вот я видел, что один раз немножко лагануло, на совсем чуть-чуть. Дисплей совершенно не напрягает глаза. Мне нравится, с каким качеством он работает. Ну что ж, мы с вами подходим к городу. Вау, ребятки, как красиво. Игра идет на отлично. 9 из 10. Подводя итоги, скажу честно, что Xiaomi 13T Pro, на мой взгляд, стоит дороговато. Ну и можно подождать и получить его несколько подешевле. Однако, если посмотреть правде в глаза, то железо здесь очень хорошее. Из недостатков, которые я обнаружил, для меня лично имеет значение отсутствие нормального стереозвука. Естественно, пластиковый корпус. Но это, опять же, такой себе недостаток. Потому что вы всегда будете носить его в чехле, иначе он просто поцарапается и будет постоянно оставлять на себе отпечатки пальцев. Что, конечно, выглядит не очень красиво. Отсюда сделаю вывод. По камерам все хорошо, по процессору тоже, по памяти отлично. И можно брать его смело, ни о чем не задумываясь. Но подождать, скорее всего, когда он подешевеет. Или брать то, что действительно новенькое, интересное и актуальное. И пользоваться им в кайф еще несколько лет, до тех пор, пока он не перестанет поддерживаться. Некоторые делают так. Они берут смартфон через годик после того, как он вышел, чтобы по низкой цене его купить. А в результате, через непродолжительное время, он перестает поддерживаться. И что, получаешь устаревшее устройство? Берите их на старте продаж, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. На сегодня все. Меня зовут Евгений Донец. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это был Честный обзор. Всем пока! Честный обзор на канале YouTube Жека вам расскажет про айфон и утек Все без лишнего, ты напрягите свой взор Евгений Донец Честный обзор